Если бы начинать сегодня, скажем так, вот... Я бы не начал сегодня. Почему? Потому что... Ну, если бы вам было снова 20, например... Не возраст не делал. 15. Просто мы в очень удачное время родились и были молодыми. То электричество, которое было в воздухе и которое дало заряд огромным количеством групп по всему миру, которые заставляют Джеггера и Пола Маккартни в их возрасте до сих пор выходить на сцену, вот оно иссякло. Нету больше этого электричества. Никто не объяснил, что такое рок-н-ролл. А воздух этот уже закончился. И надо честно смотреть в глаза жизни и не рвать на себя волосы, а признать, что что-то другое появилось. А вы не могли бы назвать дату, когда он закончился? Ну, день конкретно нет, но я думаю, что это произошло где-то в середине, в конце 90-х. Вот так. Ну, когда диско... Это глобально закончилось или закончилось у нас? Конечно, у нас всё с запозданием происходило. У нас он ещё жив. А вот так вот, да? А кто его персонифицирует? Ваш друг Борис Борисович Гребенчуков утверждал, что рок-н-ролл мёрт в 83-м году, если мне память не изменяет. Борька очень чувствительный человек в этом смысле. А вот так обстоят дела. То есть, вот сегодня... Просто вопрос был про успех и про успешность? Нет, я бы, не знаю, я бы, наверное, художником работал. Я, собственно, и так этим занимаюсь, но посвящал бы этому больше времени. Очень хороший ответ. Очень хороший. А давайте вот вернёмся к тому времени, когда вы призывали молодёжь, скажем так, не стоит прогибаться под изменчивый мир и так далее. Минуточку. Я хотел бы быть предельно точным в формулировках. Я никогда никого, ни к чему не призывал. Потому что песня – это не воззвание, не политический лозунг, хотя многим очень хотелось бы именно так их видеть. Песня – это моё высказывание, и не более того. Хорошо, заказываю. А какой посыл-то у Олега, что призывал приниматься сам прогрессу? Вопрос немного в другом. То есть, если, скажем, когда-то, да, это был, ну, скажем так, зрители считывали это как призыв, сейчас бы вы стали к этому призывать? Ну, если бы вы призывали и так далее. Я и тогда не призывал, и сейчас не призываю. Возникает какой-то комплекс ощущений относительно того, что происходит вокруг, относительно того, что я чувствую внутри. По этому поводу может появиться песня. Упаси Бог её воспринимать, как какую-то инструкцию к жизни, какой-то лозунг или какое-то воззвание. Нет, это вот то, что я чувствовал в этот момент. Кто и как её понял, это вообще проблема этих людей. Тут я не обязан каждому разжёвать и вкладывать в голову. А было вообще такое за 5000-летнюю историю машины времени, что песни совершенно по-другому трактовались, не так, как задумывались. А что значит по-другому? Ну, вот про марионетки. Это там был какой-то такой вот бунтарский посыл, или это была песня про марионетки? Ну, что ж там было? Это не про марионеток, это песня про людей. Но почему-то это всё сводилось либо к съезду партии, либо к съезду комсомола. Ну, потому что был политический контекст такой. Ну, потому что у нас у всех больные головы на политический контекст. И мне это было даже обидно, потому что вообще это про то, как устроено человеческое общество. Оно было так устроено столько, сколько оно существует. Вот какая-то партия. Причём тут эта партия? Про неё забудут через 100 лет. Добрый день, друзья, а не другие. Я предвижу реакцию подписчиков на очередной фрагмент одной из моих бесед с Андреем Вадимовичем Макаревичем, которому 70 лет исполняется 11 декабря 2023 года. Понимаю, что будут дизлайки, что будут гневные комментарии и отписки. Но! Но! Два момента. Первый. Я не изменил своего отношения к позиции Макаревича и других рок-музыкантов. Хотя прекрасно понимаю, откуда растут ноги. Я вот буквально на днях давал интервью Пятому каналу, они делают фильм о Джоне Ленноне по цикле «Они потрясли мир». Я как раз сказал, что Джон Леннон был первым, вот есть сейчас такой термин, не двойняшка. Он был первым, не двойняшкой. Он был первый из рок-музыкантов, кто активно участвовал в антивоенных мероприятиях, кто вообще менял дискурс в конце 60-х годов прошлого столетия. И кто вообще пошел в политику, условно говоря. То есть он не был политическим деятелем, но участвовал там в митингах, демонстрациях. Провел вот эту знаменитую в Хилтоне амстердамском пресс-конференцию в постели со своей женой Йоко Ооной и так далее. Здесь, конечно, надо понимать, что Джон Леннон это икона рок-движения и все музыканты как бы стараются следовать этому образцу. Нюанс. Джон Леннон протестовал против войны в Вьетнаме, когда американцы послали за океан вообще в другое в полушарие свои войска, чтобы воевать там с коммунистами, с мятконгурсами. А, допустим, военные действия и вообще вот там, скажем, операции, против которой возражают наши рок-музыканты, это все-таки ну давайте, как говорят в Одессе, обозначим, что это две большие разницы. здесь мы защищаем наших соплеменников, которых уничтожали на протяжении многих лет, запрещали говорить им на родном языке, сносили памятник. И вообще открытый дискурс такой официальный киевского режима был там, что вот москаляку на гелянку. То есть уничтожили. Они сейчас говорят, что русскоязычные не имеют права, что они должны отправляться в гетто. Это, кстати, рок-музыканты творит. Олег Скрипка, друг наших рок-музыкантов, между прочим. Из песни слова не выкинешь. Это происходило и происходит. Поэтому взять и просто слепо копировать какие-то приемы и лозунги уважаемых авторитетных западных коллег. Но это немножечко смешно. право, но смешно. Хотя и понятно, музыканты, ну, они музыканты, они поют и играют. То, что Андрей Вадимович Макаревич и другие его соратники по рок-цеху поддерживают откровенно нацистский режим, это возмутит. Этому не может быть никакого оправдания. Потому что ну там реально нацисты. Вот этот слоган Украина познает все, это просто калька с гитлеровского Deutsch und Überallis. Они говорят, что украинцы это сверхлюди. Русские это орки как недочеловеки. По традиции они воспроизводят все вот эти фашистские клише. я вообще вообще мне даже не понимаю чем могут руководствоваться опять же там музыканты и деятели культуры, которые поддерживают киевский режим с его вот этой риторикой, с его официальными этими установками, когда вообще цель страны уничтожение людей определенной национальности. Вообще у меня даже в голове не укладывается как это может быть. Я уж там не говорю, что страна когда евреи поддерживают. Это отдельная история, даже не хочу на это минное поле заступать. Вот. Так что с Макаревичем мне это вот обидно и досадно, что он считает для себя возможным открыто поддерживать нацистов. Понимая правда, что это вот такая установка цеха. С другой стороны надо отметить, что в этом смысле рок-музыканты ведут себя честнее, чем там некоторые люди с попсой. Как тот же Сергей Лазарев говорит, что для него Крым был и остается Украиной. С ненормативной лексикой обрушивается на специальную военную операцию. Потом вот как верно подметил Захар Прилепин ему там объяснили авторитетные крышеватели, что надо сделать ряд движений и все будет все ништяки будут по-прежнему в полном объеме. Вот так мы и видим, как это происходит. Так что в этом отношении конечно рок-музыканты честнее. Не скажу, что глупее. Это было бы неправильно. И повторю, 70 лет Макаревичу и я решительно выступаю против культуры отмен. Есть ли люди, которые слышат то, что говорит Алла Борисовна Пугачева, Андрей Вадимович Макаревич по-прежнему хотят слушать их песни, ходить на их концерты, ну, что поделаешь. Значит, вот, ну, имеем дело с таким человеческим материалом. Здесь по-другому не скажешь, используя эту лексику. Ценник у Аллы Борисовны Пугачевой 50 миллионов за корпоратив, за выступление, 10 миллионов у Андрея Вадимович Макаревича, и если какой-нибудь там губернатор или генерал хочет там порадовать своих знакомых, ну, ну, как здесь можно запретить? Я против того, чтобы эти деньги были из казны, чтобы за счет государства по-прежнему подкармливать тех, кто открыто выступает против политики государства, как внешне, так и внутренне. Вот, этот нюанс имеет значение, а просто вот запрещать и вычеркивать, ну, коммунисты 70 лет пытались это делать и вспомнить, что навязывала субкультура советской творческой интеллигенции по средствам массовой информации, по телевидению, государственному, по радио, балет, консерваторию, а люди слушали, кстати, ту же Пугачеву, Владимира Семеновича Высоцкого. Так что, нет, так не получится, так не получится. Рассказывать и объяснять как раз надо, а вот просто отменять, ну, это украинизация, это украинизация общества, это путь, который приведет вот к тому, что мы видим на Украине с этими киданиями людей в мусорные ящики, привязывание к столбам, там, зеленка, вот это все, не знаю, мне это не понравилось. так что, 70 лет Макаревичу, если кто-то хочет слушать «Машину времени», не знаю, для моего поколения взять и вычеркнуть, отменить «Машину времени», это, собственно, совершить то же самое, предательство. Я к этому не готов. Я решительно осуждаю всех наших рок-музыкантов, которые впряглись в эту повестку за украинскую. За украинцев я не терплю, независимо от того, делается это конъюнктуры ради или повеления души. Но и против отмены тоже выступают. Как говорил Игорь Виталь, известный мой коллега «Женысть, извините, если кого-то не обидел». Пробовал на прочность этот мир каждый миг, мир оказался прочнее. Ну что же, спи спокойно, позабытый кумир, ты брал свои вершины не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас.